Всем привет! Надеюсь, эти истории заставят вас посмеяться. Некоторые из них просто жесть. Главное, дослушайте их до конца. Погнали! Шутники и пранкеры с Reddit. Какая ваша самая лучшая шутка или розыгрыш, который вы когда-либо совершали? Когда мне было 13 лет, я пригласил нового друга, назовем его Гарри, к себе домой, чтобы он поплавал в нашем бассейне после школы. В этот день было очень жарко, и он сразу согласился. У меня есть сестра, которая на 2 года младше меня, и я предупредил своего друга, что моя младшая сестренка умственно неполноценная, и что посторонние могут легко ее напугать. Поэтому с ней нужно разговаривать очень тихо, а лучше шепотом, и не делать резких движений, чтобы у девочки не было приступа паники. Конечно, моя сестра полностью здорова и адекватна, но Гарри послушал меня и был очень тихим и спокойным при общении с моей сестрой. Чуть позже, после того, как они познакомились и пообщались, моя сестра спросила меня наедине, все ли в порядке с моим другом, потому что Гарри ведет себя странно и постоянно шепчет ей что-то и медленно двигается. Я рассказал своей сестре, что Гарри умственно отстал, и что с ним нужно быть аккуратнее, потому что внезапные движения и громкие звуки пугают его. Моя сестра, естественно, поверила мне, ведь Гарри действительно выглядел довольно странным. После этого она начала осторожно ходить, и если Гарри ей что-то шептал на ухо, она отвечала тоже шепотом. Они были абсолютно серьезными, ведь боялись напугать друг друга. Я стоял в доме у окна, из которого был виден бассейн, и смотрел на все происходящее. Я держался за живот и не мог сдержать смеха, наблюдая за ними. Я думаю, вы представляете, как это выглядело со стороны. Однажды я начал перемещать вещи на столе моего коллеги, прежде чем он приходил на работу. Затем я стал оставлять там кроссворды и пустые пакеты из-под чипсов. Коллега приходил на работу и думал, что кто-то сидит за его столом ночью, и начал рассказывать об этом нашему боссу и остальным работникам, которых я, конечно, заранее предупредил. Коллега очень злился и не понимал, почему пользуются именно его столом, а не любым другим, которых было с десяток в нашем кабинете. Затем он придумал план и решил оставлять большие части оборудования на своем столе. Поднимал системный блок с пола и ставил его на стол посередине. Клал стопки бумаг и документов, считая, что тем самым он помешает воспользоваться его столом. Я же, в свою очередь, помимо всего, что клал на стол он, добавлял другие предметы. Пустые коробки из-под карандашей, пачки с чистой бумагой и так далее. В итоге он, приходя утром на работу, тратил не меньше 15 минут на то, чтобы прибраться на столе. Естественно, он кричал и ругался на весь офис. Однажды я все-таки признался ему, что все странности, происходящие с его столом, это моих рук дело. На удивление, мой коллега отнесся к этому с юмором. Мой приятель делает ароматизированные свечи и смешивает для них разные ароматы. Однажды я попросил его помочь мне. В то время я жил с соседом по комнате и его девушкой. Она очень любила свечи, поэтому я пошел к своему приятелю, и мы сделали свечу с ароматом ванили. Но главная фишка была в том, что мой друг приготовил очень зловонную смесь и каким-то образом сделал так, что как только свеча догорит до середины, запах ванили сменится на жуткую вонь. Вскоре после этого я уехал в гости к родителям на три недели и оставил в подарок девушке соседа эту свечу. Она была в восторге от такого сюрприза. Примерно через две недели я позвонил соседу по комнате, дабы узнать, как у них дела. Он сразу сообщил, что ждет сантехников, потому что весь дом пахнет дерьмом. В итоге я рассказал ему о свече и даже поехал к ним, чтобы помочь проветрить помещение. Когда я зашел в комнату, я почувствовал ужасную вонь. С тех пор, в знак извинения за зловонную шутку, я каждый год на Рождество дарю им большую свечу из магазина, без подвоха. Прошло восемь лет с того момента, а они еще ни разу не зажигали ни одной подаренной мной свечи. Я работаю в универмаге. Моя работа заключается в нанесении наклеек со специальной защитой на ценные вещи, такие как дорогие наборы лего и электроника. Если человек покидает магазин с товаром и прикрепленный на нем наклейкой, то барьеры безопасности начинают издавать громкие звуки. Однажды я решил немного отойти от своих прямых обязанностей и начал прикреплять наклейки на своих коллег. Все началось с того, что я клеил их, дружелюбно хлопая коллег по спине, но затем я стал класть их липкой стороной вверх на пол, чтобы ничего не подозревающие коллеги могли наступить. Выражение абсолютного недоумения на их лицах после того, как они собирались пойти домой, было неповторимым. Барьеры пищали, а коллеги не понимали, в чем причина. Ведь они не могли найти эти самые наклейки, даже не подозревая, что источник этой сирены у них на подошвах. Лучшая за все время шутка моего отца, по крайней мере по его собственному мнению, произошла во время его учебы в колледже, когда он жил в общежитии, предназначенном для студентов-инженеров. У них был один арендатор, который приходил домой пьяным каждую ночь, шатался по залам и ругался матом на любого, кому не повезло встретить его. Итак, в день первоапрельской войны мой отец и его друзья решили преподать этому парню урок. При содействии всего этажа они соединили последовательно ряд громкоговорителей, так что настройка баланса LR на стереоблоке заставила бы звук становиться более громким постепенно. Затем они убрали весь свет в коридоре, оставив только зловещее красное свечение знака выхода в качестве освещения. Наконец, они установили особый звуковой эффект. Когда пьяница вернулся домой тем вечером, его встретил длинный темный коридор и зловещая жуткая тишина. По словам моего отца, парень некоторое время что-то бормотал себе в замешательстве, после чего начал спотыкаться в направлении своей комнаты. Затем издалека раздался едва слышный звук. По мере увеличения громкости он становился узнаваемым. Это был звук поезда, который издавал громкий гудок, как будто предупреждая о своем приближении. Пьяный парень колебался в своем курсе, не понимая, что именно происходит. Тем временем звук поезда становился громче. Пьяный студент, теперь явно паникующий, начал кричать и звать на помощь. После того, как звук стал максимально громким, как будто поезд был уже рядом, мой отец выбежал из-за угла другого конца коридора с большим прикрепленным фонариком на голове. Легенда гласит, что наутро пьяница проснулся в коридоре, так и не вспомнив о том, что произошло ночью. Но очень подозрительно относился к игрушечному локомотиву, зажатому в его руке. Этот розыгрыш мы с сестрой назвали «Украсть Рождество». Пару лет назад, в канун праздника, мы с сестренкой легли спать позже наших родителей. Я решил пошутить над ними, и поэтому сказал сестре, что мы должны спрятать елку. Мы, стараясь никого не разбудить, аккуратно перенесли все украшения и само дерево в наш сарайчик, который был на заднем дворе. Наши родители, проснувшись утром, были в шоке, особенно отец. Они сразу пришли к нам в комнату и спросили, не слышали ли мы что-нибудь странное прошлой ночью, потому что кто-то украл елку и все гирлянды. Мы ответили, что крепко спали. Дошло до того, что отец собирался даже вызвать полицию. Он был очень зол и ходил по всему дому в поисках следов или сломанных замков на входных дверях, но так ничего и не нашел. В итоге мы решили признаться во всем. Мама, конечно, посчитала это веселой шуткой, а папа сильно ругался, но вскоре успокоился. Я ходил в школу-интернат в старшей школе, и шутки были довольно распространенным явлением. Большинство из них были безвредны, такие как бритье бровей у спящего соседа, прикрепленное ведро с водой на чьей-то двери, подмена шампуня на другие жидкости и так далее. Но моя любимая шутка, которую я не раз применял, заключалась в следующем. Я убедил около дюжины жильцов на моем этаже одолжить мне свои будильники в субботу вечером. Утро субботы был учебным днем, поэтому воскресенье был единственный день, когда мы могли подольше поспать. Около часа ночи мой сосед по комнате и я пробрались в соседнюю комнату. Там жили наши враги в непрекращающейся шутливой войне. И спрятали каждый будильник в уникальных укрытиях, разбросанных по комнате. Каждый будильник должен был издавать сигнал каждые 15 минут, начиная с двух часов ночи. Нам даже удалось установить на некоторые из них собственные сигналы, скачанные из сотового телефона. Излишне говорить, что наши соседи не выспались в ту ночь. Мы, кстати, тоже, потому что смеялись над ребятами, которые метались по комнате в поисках источника звука. Когда я учился в колледже, мы жили в общежитии. Самый смешной розыгрыш, который я запомнил, называется «Поцелуй-холодильник». Часа в два-три ночи мы с приятелем полностью обклеивали дверную коробку нашей жертвы газетой. Утром главный участник розыгрыша с просонья собирался идти умываться и, открывая дверь, был в замешательстве. Он разрывал газету, ругался и бросал клочья бумаги на пол, смотря по сторонам и пытаясь вычислить хулигана. Главным было хорошо спрятаться и наблюдать за происходящим, едва сдерживаясь от смеха. «А при чем тут поцелуй холодильника?» – спросите вы. А при том, что весь пранк заключается в том, что, проделывая данную шутку две-три ночи подряд, на следующий раз мы помимо газеты с обратной стороны комнаты подтаскиваем холодильник вплотную к двери. Были случаи, когда это не срабатывало, но чаще происходило так, как и было задумано. Разыгрываемый, увидев вновь эту чертову газету, рвал ее рукой и от злости выбегал из комнаты, где его и встречал стоящий холодильник, в который он врезался. Однажды, когда я был помощником менеджера в магазине электроники, я заменил все вещи на столе моего босса заранее приготовленными картонными копиями. В конце рабочего дня я, довольный, поехал домой, представляя реакцию босса от увиденного. На следующее утро, за час до открытия, мне позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце телефона идентифицировал себя как детектив, и он хотел поговорить с человеком, ответственным за разрыв соединения безопасности в магазине, где я работал. Растерявшись, я спросил его, что он имел в виду. Он сказал мне, что когда я отключил компьютер и заменил его на картонную копию, я также отключил систему безопасности, оставив нашу запертую заднюю дверь открытой, которая была всю ночь без сигнализации. Я начал волноваться и паниковать, потому что подумал, что попал в неприятности. Я сказал детективу, что через 10 минут буду в магазине. Я помчался через весь город на работу. Выходя из дома, я накинул на пижаму только зимнее пальто и надел ботинки без носков. Когда я вошел в магазин, я был в ужасе. На многих полках было пусто, повсюду был разбросан мусор. Сейф в кабинете был широко открыт и пуст. В этот момент я даже начал плакать. Я пошел к запасному выходу, где была та самая дверь, якобы снятая с сигнализации. Когда я туда прошел, то увидел там моего менеджера и еще двух сотрудников, которые умирали со смеху. Оказалось, мой босс возвращался вечером в свой кабинет, когда меня уже не было. Мы часто друг друга разыгрываем, и так как он знал, что последний из магазина уходил именно я, то понял, кто устроил ему эту подмену. И не поленился прийти на следующий день раньше всех, позвав с собой двух сотрудников, чтобы организовать для меня месть. Я хотел разыграть своего босса, придумав нестандартную шутку, а он поглумился надо мной еще хлеще. А ты когда-нибудь разыгрывал своих близких или знакомых? Поделись своей историей в комментариях и напиши, какая шутка из видео понравилась тебе больше всего. А сейчас предлагаю посмотреть другие видео на канале. Всем удачи и до скорого!